СОЛВЕЗ Актуальные интервью руководителей силовых структур и участников боевых действий. Неизвестные главы о силовых операциях в России и за рубежом. Стратегический анализ. Советы. СОЛВЕЗ Программа, посвященная вопросам безопасности государства и граждан. В субботу вечером. КОНЕЦ КОНЕЦ Вы слушаете выпуск новостей микрофона Таисия Сигельникова. Здравствуйте. МЧС предупреждает москвичей о грозе и сильном ветре. Хулиганы пытались ослепить лазером экипажи двух российских самолетов. В демонстрации в центре Каирыбля соединился кандидат в президенты от исламистов и православные празднуют День Святой Троицын. Вы не к теме этого выпуска и сейчас по всем подобным. Главка МЧС призывает граждан быть внимательными и осторожными на улицах. Сегодня днем в Москве возможны гроза и сильный ветер с порой на до 17 метров в секунду. Имея лап и главных конструкций. Очевидцев чрезвычайных происшествий просят стрельные службы. Задержан подозреваемый в вымышленном наезде на полицейского в Москве. Преступление было совершено в субботу ночью на пересечении Чертановской улицы и улицы Красного Маликан. Сотрудник СС подошел к подозрительному Форду Мондео и стал жертвой наезда. Автомобиль нарушителя прижал его к служебному вазу. Пострадавшего расставили в реанимацию одну из городских больниц, где врачи ампутировали ему ногу. Нарушитель сумел скрыться от правосудия, но ненадолго. Приказался 32-летний москвич. Возбуждено дело. Санкция статьи предполагает лишение свободы на срок до двух лет. Российские пилоты вновь разжаривались на лазерных хулиганов. Вечером в субботу об осветлении выложил экипаж пассажирского боинга 777 Трансэра, выполнявший рейс из Шереметьево в Хургаду. Лучи были направлены в кабины пилотов, когда свет пролетал на ДДГ на высоте 11 тысяч метров. Еще одна хулиганская выходка зарегистрирована в пригороде Нижнего Новгорода. АТР-72 авиакомпании ЮТР направился туда из Внуково. Пробива лазерного хулиганства стала активно обсуждаться в прошлом году. Госдума приняла в первом чтении законопроект об уголовной ответственности за действия отражающей безопасности на транспорте. Со своей стороны Минтранс предложил введение штрафов для лазерных хулиганов на сумму до 5 тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток. В Египте не утихают протесты против приговора Хуснину Варапу. Хаира Тахрир вечером вышло около 20 тысяч человек. По мнению митингующих, пожизненное заключение слишком мягкий вердикт. На площади появился кандидат в президенты от братьев мусульман Мохаммед Мурсин. Он заявил, что... ...сосвание обязанностей и власть Египта должна организовать повторный судебный процесс. ...сосвание того ночью было совершено нападение на штрафском бюджетном бюджете и бывшего соратника Мубарака Ахмеда Шафика. ...сосвание уничтожили всю технику и миды. Между тем, что он станет рядовым заключенным. Ему выдадут синий тюремный костюм, и он получит порядковый номер в тюрьме города Тора. ...туда Мубарак был доставлен в данный славу суда. ...по словами Чиевцев, который...